Гоночный Канал Несмотря на то, что прошлый год в гоночном плане вышел особо небогатым и неплудотворным, но найти пятерку гоночных игрушек мне все же удалось. В описании ролика будут ссылки на мои контактные данные. Помимо этого будет таймкод тому или иному месту в топе, а также список музыкального сопровождения. Хотелось бы, чтобы вы оценили труд и поставили палец вверх, написали в комментариях свой топ гонок 2020 года и самое главное, если вы тут впервые, подписаться на канал. Итак, сядьте поудобнее, приятного аппетита всем, кто кушает и мы начинаем. Первая игра, которая служила открыть этот список является неожиданным проектом по одной знаменитой на весь мир киновселенной и речь идет о Fast and Furious Crossroads в русской локализации Форсаж Перекрестки. Сама игра разрабатывалась в студии Slightly Mad Studios, которая делает Project Cars. Она представляет собой гибрид гоночной ролевой игры. Вообще, игру планируют выпустить в мае 2020 года, когда должна была выйти девятая часть Форсажа, но из-за пандемии COVID-19 во всем мире игру перенесли на другой месяц. К глубокому сожалению, игра получила очень много негативных отзывов, но немного про саму игру. Fast and Furious Crossroads есть все главные герои франшизы Форсажа и нам предлагают новую сюжетную линию с множеством автомобилей. Во время гоночных заездов нужно будет побеждать врагов и избегать их ловушек, используя специальное вооружение на своих машинах. Пока что доступен однопольский режим и планируется добавить мультиплеер. Игра получила снова не очень благоприятные отзывы, причем на всех платформах. Основной причиной стал довольно короткий и поверхностный сюжет, который зачаровал всех фанатов Форсажа. Но почему же я тогда добавил эту игру в этот список, если она провалилась? Просто потому, что других отличительно гоночных игр не вышло, даже аркадных, но вот по вселенной Форсажа более крупного проекта еще не выходило. Вторая игра в этом списке тоже является неожиданным проектом, и это SnowRunner. Давненько не было автомобильных игр про внедорожья, которые смогли подарить множество радостных эмоций и удовольствия от приключений. В игре SnowRunner нам дадут поуправлять мощными грузовиками и внедорожниками, покоряя самые суровые природные условия. Игроку будет доступно около 40 видов техники. Главной фишкой игры является уникальная физика грязи. Помимо этого будут погодные условия в виде проливного дождя или снега. Игру можно проходить в одиночку, выполняя различные контракты, или в кооперативе с тремя друзьями, чтобы преодолеть все экстремальные погодные условия. Игра уже нашла свою аудиторию и фанатов, и новичкам она будет всегда рада. Третья игра в этом списке является действительным сюрпризом в 2020 году, где нам вновь предстоит броситься в погоню. В ноябре 2020 года вышел ремастер Need for Speed Hot Persu до 2010 года. Разработчики предложили окунуться в атмосферу горячих погонь и неистовой жажде скорости. Особо глобальных изменений в данном ремастере нет, но были переработаны многие вещи и добавлено несколько мелочей. Теперь система Автолог, которая себя хорошо зарекомендовала еще 10 лет назад для социального взаимодействия с игроками, была добавлена поддержка кроссплея. Также в ремастер-версию вошли все дополнения, которые прилагались к оригинальной игре до 2010 года. Шестью часами нового контента и тридцати новых испытаний. Игра также сможет порадовать измененной визуальной и технической составляющей. Для всех поклонников и любителей серии Need for Speed данный подарок, хоть и спорный в некоторых аспектах, приятный и душевный. Предпоследняя игра по счету является раллильным автосимулятором, разработанной знаменитой британской студией Codemasters. Это пятая часть Dirt. Игроку вновь дадут возможность поучаствовать в разнообразных раллильных гонках в различных странах. США, Бразилия, Китай, Италия, Норвегия. По бездорожью в таких дисциплинах, как ралли-кросс, ледовые гонки, гонки на супергрузовиках, гонки на багги. В игре присутствует динамическая смена погодных условий и сезонов года. Также Dirt 5 можно играть на одном компьютере до 4 игроков. По прохождению игры придется проходить и побеждать в чемпионатах по всему миру. Так что всем поклонникам данного раллильного спорта крайне рекомендую ее. И вот, наконец, последняя игра в списке. И тут стоит обратить внимание на гоночный автосимулятор под названием Project Cars 3. На этот раз разработчики сделали уклон в разнообразие. Игроку доступны более детальные настройки автомобиля, 140 глобальных трасс, присутствие смены дня и ночи, сезонов года и погодных эффектов. Как заявили сами разработчики, что над разработкой данной третьей части они вдохновлялись Need for Speed Shift, над которой в свое время они тоже внесли свой вклад. Также в значительной степени был переработан многопользовательский режим. Project Cars 3 имеет поддержку виртуальной реальности на ПК. Что касается отзывов, то игра получила весьма смешанные впечатления. Особенностью стало, что третья часть не похожа на своих предшественников. Также было сделано более чувствительное управление авто в сторону аркадных гонок. Вот и подошел к своему завершению список из пяти лучших гоночных игр 2020 года. Надеюсь, вам, гонщики, понравилось видео. Не забудьте подписаться на канал. С вами был Мистер Кепко. Всем удачи и до скорой встречи!